Что умеет бить тяжело И что еще интересно, Джонс не реваншист Даже если он проигрывает эпизод Никогда не стремится немедленно отквитать Он придерживается всегда своего плана, своего стиля Вот что еще следует отметить Джонс всегда был великолепно готов к любому бою Так слегка вспотел к этому раунду В шестом раунде В шестом раунде Харману нужно уже что-то делать Выкладываться Но он никак не может найти нужную дистанцию для своих Вот так Джонс не дает ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Играет музыка Играет музыка Чем дальше Тем больше Харман ощущает Что ему противника не достать Вот видно, что Для него Бой превращается В рутину Раз за разом он промахивается Раз за разом он пытается что-то сделать В ближней дистанции Безуспешно Он прекрасно понимает В какой роли он сейчас выступает Джонс полный хозяин в ринге В этом раунде Он увидел, что противник сковался Что совершенно засомневался в себе И снова Перестал форсировать события Играет музыка Играет музыка Джонс Выслушивает рассеянное наставление Альта Меркерсона. Вот ему советую почаще двухударные комбинации применять. Хармон совсем потерялся. Что бы ему надо было делать? Конечно, легко советовать, но попытаться, если он все-таки хочет как-то переломить ход боя, попытаться все-таки уплотнить схват. То есть действовать чаще. Может тогда Рой Джонс не будет таким нахальным хозяином в ринге. То есть чуть-чуть сократить дистанцию и наносить больше удара. Но для этого же надо поймать Джонса. А тот все время смещается. Заметили? Хармон понимает, что вот эта быстрая и легкая комбинация в атаке, которую Джонс проводит, это, так сказать, прелюдия к серьезной бомбежке. Поэтому он пропускает эту атаку и перекрывается, ждет, что Рой пойдет в атаку всерьез. А тот не идет. Ломать противник, это не его стиль. Седьмой раунд. Последняя минута сейчас пойдет. Джонс показывает, что он может и пожестче бить. И даже здесь Джонс умудряется обмануть противника. Показывает, что готов идти в размен. Наносит несколько жестких ударов. А потом снова проваливает Хармона, который пытается, восприняв все это всерьез, идти в атаку, в жесткую атаку. И это то, за что его критики просто ненавидят. Им он скучен, потому что все видят, насколько он отрывается от противника, насколько высоко его превосходство. И почему же он не реализует это? Но Джонс сам по себе. Он знает, как надо действовать ему самому, чтобы быть собой довольны. Видели? Казалось бы, вот тут-то можно и добивать противника. Ничего подобного. Джонс делает два шага назад. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ К восьмому раунду Харман выглядит